Прямо сейчас происходят события, которые не зовут ни я, ни Кирилл, это уж точно запомним мы надолго, потому что прямо сейчас в Снуде находится очаровательная женщина. Сегодня с нами Татьяна Лебедева, глава наблюдательного совета национальной общественной телерадиокомпании. Доброе утро! Доброе утро! Татьяна, мы знаем, что вы к нам приехали с визитом. Для начала вы приехали в Краматорск, посетили Донецкую область. Ну и как впечатление от поездки от Донецкой области? Я в двух словах скажу, что общественное телевидение и радио это новое явление в Украине. На самом деле Украина отказалась от государственного телерадиовещания, это большой шаг в сторону клуба цивилизованных стран. Теперь у нас будет общественное телевидение, которое будет независимым, которое будет служить интересам общества, а не чиновников и власти. И ваша телерадиокомпания, так же как и Донецкая, ДОТБ, такая очень важная существенная часть этого большого нового реформируемого организма общественного телевидения и радио в Украине. И, конечно же, там много региональных компаний, больше 26 региональных филиалов, но самую первую поездку, первый визит, конечно же, наш наблюдательный совет предпринял именно к вам. Я думаю, что это совершенно понятно и обоснованно, поскольку ваш регион сегодня у всех на устах, сегодня вы как бы фронтлайн, то есть вы на передовой, у вас очень сложная ситуация. И поэтому очень хотелось бы понять, как вы тут живете, как вам работается и чем можно вам помочь в том числе. И вчера в Краматорске мы посмотрели, как работает телекомпания ДОТБ, Донецкое областное телебачение. Они, конечно, работают в более скромных и в более сложных условиях, чем вы. Вот может быть даже хорошо, что мы в такой последовательности сначала к ним, а потом к вам. И думаю, что мы лучше поймем, как помочь им и как дальше развивать вас, поскольку вы как бы более активны, это заметно невооруженным глазом. Спасибо, Татьяна. Ну а вот после поездки в Краматорск есть ли, по вашему мнению, уже какие-то первые результаты реформ? Потому что реформа уже достаточно давно была принята, но это все на бумаге. А вот по факту? Да, на самом деле любая реформа состоит из двух частей. Первое – это всякие бюрократические, бумажные. Этот этап был таким, ну, немножко длиннее, чем хотелось бы, но он состоялся. И сегодня можно говорить, что в этом смысле реформа уже прошла. А теперь наступил самый интересный и самый ощутимый для зрителя этап, когда нужно поменять систему отношений телекомпаний с аудиторией. В государственном телевидении это было одно, а в общественном это совсем другое. Очень важно, чтобы журналисты понимали, кто их аудитория, что интересно, чем они живут, какие вопросы больше всего их волнуют, чтобы была обратная связь. И это требует немножко другого подхода журналистов. Поэтому вот сейчас именно этим новая команда реформаторов и занимается. помогает журналистам изменить мышление, изменить методы работы. Ну, какие-то компании ушли вперед. Мне кажется, что вот ваша компания, наверное, может быть, это немножко смело, может быть, это аванс, но хочется верить, что ваша компания в авангарде этих перемен. Но все равно вы нуждаетесь в помощи, какое-то обучение. Учиться надо всегда, всю жизнь. Будем помогать с тренерами, с тренингами, может быть, с какой-то техникой. Хотя вот вы тоже из ничего умудрились сделать очень хорошо оборудованную телекомпанию. Но думаю, что реформа, она всегда успешна только в том случае, если люди, которые реформируются, воспринимают ее как возможность, а не как просто изменение условий, изменение ситуации. Вот если такое будет отношение, то я думаю, что в ближайшее время даже не мы, а зрители, слушатели, читатели ощутят разницу между государственным телевидением и общественным. Татьяна, ну такой вот вопрос, вы говорите, менять, нужно менять, безусловно. А что именно нужно менять и как нужно менять? Особенно очень важный такой момент, что именно наши две телекомпании, вы правильно сказали, находятся в таком вот авангарде не только изменений, но еще и на такой вот линии. На непростой ситуации. В общем, как с расчетом на этот момент, что нужно менять в первую очередь? Ну, мне кажется, что самое главное, это нужно постоянно ощущать изменение ситуации и реагировать на нее. Что это значит? Это значит, что цель любого телерадиовещания, это все-таки дойти до зрителя, и стать ему нужным, важным и интересным. То есть все время нужно держать руку на пульсе, все время нужно понимать, чем живет, чем дышит. Ваша аудитория, да? Какие у нее сегодня проблемы? Какие мифы бытуют на этой территории? Как эти мифы мешают жить? Как эти мифы, может быть, нужно развенчивать? Как объяснить людям, чтобы помочь им не стать объектом манипуляции? Это очень важно именно в первую очередь вашим компаниям, потому что здесь вот очень много вот таких влияний, которые из людей делают, к сожалению, там, послушных. Иногда даже зомби, будем говорить честно, потому что много таких информационных спецопераций, которые распространяют ложную информацию, люди эмоционально ее воспринимают. Это меняет их отношения, у некоторых возникает депрессия, у некоторых возникает неверие. Это все очень опасно и для сегодняшнего дня, и для будущего, и вашего региона, и страны в целом. Поэтому вот очень важно научиться чувствовать настроение, чувствовать ситуацию, быстро на нее реагировать, и реагировать честно, открыто, убедительно и в интересных форматах. Потому что вот еще большая ошибка, многие, знаете, таким менторским тоном, таким поучающим разговаривают со зрителем, как будто бы вот мы знаем больше, чем они. На самом деле это не так. Зрители зрелые люди со своим жизненным опытом, они не любят поучений. Нужно придумать такой интересный формат, чтобы просто вот им было интересно, и любую информацию они воспринимали с интересом и с пониманием. И самое главное, ключевое слово для всех общественных вещателей – это доверие. Татьяна, ну вот вы затронули такой вопрос, как аудитория, собственно, наш телезритель. Каким вы видите в дальнейшем контент, который будет наполнять телеканалы? Какие программы, по-вашему, должны все-таки присутствовать в общественном телевидении? Ну, безусловно, в первую очередь это новости и информационные программы. Это такой костяк, скелет любого общественного вещателя. Потому что именно общественный вещатель, в отличие от коммерческого, у которого могут быть какие-то интересы владельца, интересы рекламодателя, потому что рекламодатель тоже влияет на то, какие программы, какие фильмы показывают в эфире. Он говорит, моему зрителю там интересно бандитский Петербург, предположим, да? Вот, потому что я рекламирую там какой-то такой товар, который вот смотрят именно такие люди. В общественном телевидении это недопустимо. И этого не будет, этого не может быть. Тут программы и информация должны вот четко отвечать и быть таким, знаете, образцом для других каналов, в том числе коммерческих. Информация должна быть обязательно объективной и сбалансированной. Должны быть очень такие важные и подготовленные эксперты, квалифицированные. То есть любой сложный вопрос, понятно, что журналист не может знать ответов на все вопросы. Но если возникает сложный вопрос, о котором нужно рассказать зрителю, нужно найти именно такого эксперта, который его сделает простым, ответит на все вопросы. Ну, это то, что касается информационного вещания. И во всех цивилизованных странах общественное телевидение это такой образец, он задает планку уровень именно объективности, оперативности и доверия до информации. Кроме этого, конечно же, нужны программы об истории, о культуре. Через вот такие программы иногда гораздо проще и интереснее довести какую-то мысль до зрителя, потому что вот такие образы, отсылы к истории, они действуют лучше. Могут быть развлекательные программы, могут быть образовательные программы. Очень важно делать программы для детей. Потому что кто-нибудь... И очень важно, чтобы, ну, наше мнение, это наш девиз, вот наживо, мы площадка для общения. Я считаю, что очень важно, чтобы и зритель принимал участие в нашем общении. Это обязательно, это та самая обратная связь. Если зритель не будет чувствовать, что он может с вами общаться, у него не будет доверия к вам. Татьяна, так вот, мы оказались именно в такой же ситуации, как я уже сказал. Мы действительно площадка для общения, и каждый из наших телезрителей может дозвониться к нам в студию в любой момент и задать интересующие его вопросы. Именно сейчас у нас на прямой связи находится наш телезритель. Доброе утро. Представьтесь, как вас зовут и откуда вы к нам звоните? Здравствуйте. Я Александр из Лисичанска. А вот можете подсказать такую информацию? А какой, короче, какой формат, какую цель должно решать суспильное телебачение по вещанию на оккупированной территории, то есть Луганск, Донецк? Какой формат должен быть, что должно, какая информация должна доноситься до оккупированных территорий? Спасибо. Вы знаете, мне кажется, надо исходить из того, что на оккупированных территориях живут граждане Украины. И часть из них просто, как бы, пострадавшая сторона, да, которые, не они начинали эту войну, и не они, как бы, втягивались во все эти конфликты. И думаю, что общественное телевидение не должно заниматься там какими-то информационными спецоперациями, просто давать большой объем объективной оперативной информации о том, как живет Украина, какие у нее планы, как она внимательно к своим жителям, какие изменения происходят каждый день в Украине, да. И я думаю, что те, кто осознает себя гражданами Украины и видит свою жизнь, связанной даже не с территорией, а именно, как бы, с обществом, со страной, они с удовольствием будут эту информацию воспринимать. Нужно транслировать, самое главное, нужную им информацию, важную для них информацию. Они должны ощущать, что у них есть связь с Родиной, и Родина о них думает. Вот и все, то есть не надо придумывать какие-то отдельные специальные программы для тех, кто там за зоной, да, или сегодня на оккупированных территориях. Мы очень сочувствуем этим людям, но думаю, что самое главное, это вот нормальный украинский контент, украинский по сути, по восприятию, и все будет хорошо. И нужно быть, как вы правильно сказали, быть примером. Совершенно верно, да, общественно. И вот такой тоже есть вопрос. Вы также говорили о том, что необходимы правильные эксперты, и вот мы хотим у вас уже, как у эксперта, спросить вопрос, который волнует не только нас, но, я думаю, всех наших утренних телезрителей, наших живчиках. Знаем мы вот, что совсем недавно запустился пилотный проект утреннего шоу трех областей. Каким, по вашему мнению, должно выглядеть утреннее шоу в общественном телевидении? Я думаю, что формат утреннего шоу замечательный, поскольку вот человек утром просыпается, полный сил, полный, как бы, энергии, и от того, что он увидит по телевизору, да, вот, или он будет мотивирован и нацелен на позитив весь день, или ему могут испортить настроение, да. Поэтому в утреннем шоу должно быть много полезной информации, но не в таком неутяжеленном, а нормальном виде. Много интересных гостей, наверное, немножко хорошей музыки, потому что это важно, музыка тоже создает настрой и действует, как бы, на совершенно другие, вот, области мозга. Хорошая картинка, хорошее настроение, но не излишней, конечно, не до такого, знаете, истерического. Вот, ну, я думаю, что вам это не грозит. Действительно, сейчас проходит вот пилотный проект, то есть, таким образом, вот, общественное вырабатывает такие примерно одинаковые стандартные матрицы, форматы, да, которые потом будут предлагаться другим компаниям. Это правильно, но надо сказать, что все равно никогда для регионального телевидения невозможно сделать утреннее шоу где-то, да. Вы будете, безусловно, делать его сами, потому что это вы, вы знаете своего зрителя, зритель должен иметь возможность позвонить вам, он вам доверяет, потому что он знает, что вчера вы сказали правду и дали хорошие рекомендации, хорошие советы, и вы ходите по тем же улицам, вы знаете, чем живет ваш город. Поэтому утреннее шоу, конечно же, очень важный формат, дает заряд на весь день. Вы на очень ответственном посту, ребята. А вот очень важный момент. Дело в том, что мы не только на ответственном посту, как утреннее шоу, но еще мы и утреннее шоу проводим, опять же, на такой вот территории, которая, к сожалению, оказалась в сложных условиях. Должно ли как-то отличаться утреннее шоу здесь у нас, ну, ввиду войны? Ну, вот повторюсь, я действительно, конечно, у вас совершенно другая ситуация, чем, например, в Киеве или там в Тернополе, но люди есть люди, и особенности, как бы, просто надо хорошо понимать свою аудиторию. Может быть, есть какие-то вопросы, которые их волнуют больше. Попробуйте проанализировать это, да, и помочь им найти ответы на эти вопросы. В интересном формате. Утренний формат все-таки должен быть обязательно интересным и облегченным. И вот и все. А, в принципе, повторюсь, это наши граждане, это украинцы. И просто будьте к ним внимательны. Это секрет успеха любой программы телевизионной. Татьяна, огромное спасибо, что и за такой совет, и за то, что посетили нас. К сожалению, ну, вы как телевизионщик должны понимать, что прямой эфир имеет такое вот неприятное свойство. Он ограничен временными рамками. Еще раз вам желаем доброе утро. Еще раз огромное спасибо, что зашли сегодня к нам в студию. Я хочу вас поблагодарить, потому что, ну, это незабываемые впечатления, да, вот когда приезжаешь на телекомпанию, видишь, как работают журналисты, это совершенно другое дело, чем когда просто читаешь сухие строчки отчетов. Поэтому спасибо вам за возможность пообщаться, поучаствовать в вашей программе. Всегда буду рада чем-то помочь вашей телекомпании. Желаю вам удачи и желаю зрителям быть верной аудиторией этой телерадиокомпании. Вот так вот, спасибо. Я напоминаю, что с нами в студии была Татьяна Лебедева, глава наблюдательного совета национального общественного телерадиокомпании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова